Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, на повестке экономического календаря сегодняшнего дня. Данные по инфляции в Англии в 6.00 по GMT. Очень важный релиз для британской экономики и, соответственно, для валюты. Фунт по-прежнему остается тем инструментом, который мы активно шортим, собственно, так же, как и большинство прочих рисковых активов. Это логично и естественно, учитывая то, что мы ожидаем дальнейшего восстановления курса американского доллара. И сегодня, после выхода данных по инфляции, есть вероятность того, что мы еще больше убедимся в том, что британская экономика продолжает скатываться в очень продолжительную рецессию. В результате которой темпы экономического роста могут просесть до уровней, которых мы не видели десятки лет. Далее, в 9.00 по GMT данные по инфляции еврозоны. Очень важно, что в этот раз этот релиз будет опубликован буквально за некоторое время, за несколько минут до выступления Лагард. То есть, ей придется работать с этими цифрами и важно понять позицию Европейского центрального банка с течетом текущего показателя по инфляции. Хотя, я думаю, что сегодняшнее выступление Лагард, которое также назначено на 9.00 по GMT, будет в меньшей степени связано с конкретикой по будущим действиям регулятора касательно процентной ставки. Но если Лагард в очередной раз за последние две недели, мы уже неоднократно это слышали, подтвердить тот факт, что в текущих условиях выжидательная позиция может быть более правильным решением, мы сделаем такие же правильные выводы из этого, ожидая то, что Европейский центральный банк на ближайшем заседании не пойдет на еще одном повышении ключевой процентной ставки. И традиционный для среды отчет по запасам нефти в США в 14.30 по GMT от администрации аналитической информации. Хотя сегодня нефтянка не нуждается в дополнительной поддержке, учитывая сильный блок макроэкономической статистики из Китая. Но все равно, если мы увидим снижение запасов нефти в США, что будет явным признаком, доказательством, подтверждением того, что спрос на внутреннем рынке продолжает оставаться высоким, я думаю, что Brent и WTI смогут получить также дополнительную поддержку. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 105.97. Чуть-чуть округлим, скажем, что индекс доллара продолжает консолидироваться на отметке 106 пунктов. Причем для этого есть достаточно фундаментальных оснований. Мы их на протяжении последних двух недель перечисляли неоднократно. Это сильный фундаментальный фон, причем касающийся практически всех секторов американской экономики. Это сохраняющаяся неопределенность как в глобальном плане из-за конфликта на Ближнем Востоке, так и неопределенность внутреннего характера, учитывая предстоящие обсуждения государственного бюджета. Тоже думаю, что к этой теме и, соответственно, риску потенциального шатдауна мы с вами вернемся чуть позже. Пока что будем держать в фокусе внимание, что такое риск есть. Конечно же, в случае вынужденного возвращения рынка к обсуждению таких проблем, доллар априори должен пользоваться спросом как защитный инструмент. По поводу будущих действий американского регулятора тоже уже пришли к выводу, что вероятность ужесточения монетарной политики остается очень высокой. Но были разве что вопросы к инструменту FedWatch Tool, который по-прежнему показывал эту вероятность, но не на совсем тех уровнях, на которых хотелось бы ее видеть покупателям доллара и тем, кто всерьез рассчитывает увидеть от американского регулятора, кстати говоря, уже на ноябрьском заседании повышение ставки на 25 байсных пунктов. Но ситуация изменилась за последние торговые сутки после выхода данных по роничным продажам. Еще один сильный отчет. Роничные продажи выросли на 0,7%. Прогноз предполагал рост на 0,3%. Естественно, что роничные продажи остаются высокими. Я ранее комментировал, что когда мы видим такие данные по инфляции, логично ждать, что роничные продажи и потребительская активность будут оставаться на высоких значениях. И даже если вернуться к последнему отчету Non-Farm Perils, когда мы анализировали помимо динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора еще и темпы роста зарплат, нам легко можно было бы найти ответы на вопросы относительно того, что повышение зарплат позволяет потребителям активизироваться в плане расходов, тратить больше. Это будет способствовать росту роничных продаж. И, к сожалению, это также будет способствовать и повышению инфляции. Много раз касался темы так называемой инфляционной ловушки, в которой сейчас находится американская экономика. И ничего, друзья, не меняется. Но давайте вернемся к отчету. Еще один сильный релиз по роничным продажам. В данном случае это отчет, который является следствием высокой инфляции и также создает условия для дальнейшего повышения индекса потребительских цен. Что будет делать американский регулятор? Сразу же после выхода этого отчета вероятность повышения процентной ставки достигла 38,2%. Это существенно выше, чем, например, мы наблюдали данный показатель две недели назад. То есть сейчас каждый отчет разгоняет данную вероятность. И думаю, что поближе к концу года, собственно, рынок окончательно убедится в том, что ставку нужно будет повысить. Дополнительным подтверждением того, что политику нужно ужесточать, является рост доходности американских облигаций. Десятилетний трейжер сейчас на отметке 4,83% на процент. Это максимум с 2007 года. Золото 1937 долларов за тройскую унцию. Опять же, вне каких-либо сделок я сейчас, потому что, с одной стороны, понимаю, что любая новость, касающаяся эскалации напряженности на Ближнем Востоке, это фактор поддержки для котировок золота. Но я не могу положиться на данный фундаментальный фон, потому что прекрасно понимаю, что в условиях текущего рынка долга США, то есть текущего роста доходности американских облигаций, золото может очень быстро обвалиться. Поэтому, чтобы не рисковать, вот пока что, скажем, из двух инструментов, относящихся к категории защитных активов, я выбираю все-таки индекс доллара, который покупаю с ожиданиями на отметке 107 пунктов и выше. Доллар иена 149.70. По-прежнему ждем тестирования сопротивления 150 иен за доллар. Доллар канадец 1.36.37. Вчера вышли данные по инфляции в Канаде. Ожидания были на отметке 4% в годовом выражении по факту цифра 3.8. То есть ниже, чем могли бы быть значения по инфляции. И не стали на рынке активно спекулировать на идею еще одного повышения ставки в Канаде, что должно было оказать поддержку канадскому доллару. Поэтому сейчас у нас в качестве позитивных факторов для Канадса остается лишь только нефть. Если в ближайшие торговые сессии мы поймем, что не очень-то и поддерживает бычая динамика нефтяного рынка Канадса, то из данной сделки выйдем. Ну а пока что короткие позиции остаются в силе. Евро против доллара 1.05.73. Не отказываюсь от ожиданий того, что европейская валюта, главный валютный риск протестирует поддержку 1.05. Вчера евро получил поддержку после выхода данных по бизнес-оптимизму. Зьюм. Очень странные цифры, прям совсем не вяжутся с текущей экономической реальностью, потому что по факту по Германии мы увидели значение с минуса минуса 1.1, но этот показатель был значительно улучшен по сравнению с показателем позапрошлого периода, когда цифры были минус 11.4. Для еврозон показатель вовсе вышел на положительную территорию 2.3, а пункта с минус 8.9. Ранее я уже говорил про просадку промышленного сектора как Германии, так и промышленного производства. И на основании этих цифр, прям видите, улучшение бизнес-оптимизма – это настоящий парадокс. Я думаю, что через месяц, когда мы будем анализировать уже повторно новые данные, то показатели сентября и будут существенно пересмотрены, я почти в этом уверен, в негативную, конечно же, сторону. Главный экономист Европейского Центрального Банка Филипп Лейн отметил, что регулятору требуется больше времени, чтобы оценить последствия ранее принятых решений. Мне кажется, что это явный заход к сигналу в рынку, что повышения ставки в ближайшее время не будет. Ну, давайте послушаем сегодня Лагард, что он нас скажет. Пока что я не верю в рост европейской валюты, потому что с большим интересом сейчас и уважением отношусь, наверное, к потенциалу укрепления доллара. И британская валюта, как уже отметил, 1,2172 – текущая цена. Сегодня мы ждем отчет по инфляции, который может стать причиной еще большего давления на фунт и, соответственно, отправить пару поближе к цели 1,20. Рынок нефти – 91,54, арабо-израильские конфликты и блок макроэкономической статистики из Китая. ВВП в квартальном выражении в третьем квартале рост на 1,3%, прогноз предполагал рост на 1%. Промышленное производство выросло на 4,5%, прогноз был 4,3%. Хорошая, сильная китайская статистика – это сигнал более высоких показателей спроса. Учитывая, что сейчас и предложение снижается из-за ближневосточного конфликта, из-за действий на Саудовской Аравии, то есть из-за их инициативы по добровольному сокращению производства нефти, думаю, что рынок сохранит эту траекторию роста и в конечном счете приблизится к круглой цифре в 100 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сети. Всем пока.